Горят два самолета на нашем аэропорту в Псковском. Друзья, рад приветствовать вас на канале Политека. Как всегда, благодарны вам за ваше внимание и за ваше доверие. Не забудьте этому видео поставить ваш лайк, подписаться на канал и, конечно же, пишите ваши вопросы, комментарии. Для нас это очень важно. Сегодня с нами на связи интересный гость Сергей Олегович Жирнов. Сергей Олегович, здравствуйте. Здравствуйте и привет всем нашим зрителям. Предлагаю с вами поговорить, начать наш разговор о прошлой ночи, как говорят, богатой на события. И нанесен ракетный удар по Киеву, но и также Российская Федерация не осталась в стороне. Удары нанесены по Брянску и морскими беспилотниками атакована Севастопольская бухта. Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военном аэродроме. Сообщает об этом ТАСС с ссылкой на экстренные службы. Ну и также, по некоторым данным, БПЛА в Пскове поразил склад вооружений воинской части 64-0-44. Там пожар. Удар нанесен по расположению 2-й бригады спецназа ГРУ. Там взрывы. И все силовики города подняты по тревоге. Расстояние до Пскова от Украины 700 километров. И, как говорят уже некоторые военкоры в телеграм-каналах, они успели в этом обвинить Латвию в нанесении удара с ее территории. Но, в целом, Сергей Олегович, если говорить, ну, скажем так, это же уже не пристрелочные удары по Москве, а вполне, скажем так, нормальная боевая работа по территории Российской Федерации. Да, надо сказать, что вот эти новые удары – это настоящая работа, это настоящая война, потому что поражены, вот, в частности, в Пскове. Это настоящая военная цель, абсолютно законная, абсолютно без всяких проблем, которые принимаются и на уровне международного права. И по этому поводу, я вообще считаю, что Украине до этого надо было делать вот не там, не обязательно символические какие-то акции, вот, долететь до Москвы. А лучше было бить по реальным целям, военным, по аэродромам, по воинским частям, по складам вооружения, по командным пунктам. Вот, может быть, даже совершенно не важно, что это так далеко, можно это делать в Ростовской области, вот, по тому командному пункту, куда там ездил Путин, который захватывал Пригожин, там, и другие какие-то командные пункты. То есть, на самом деле, мне кажется, что, ну, украинская сторона доказывает, что на самом деле, что у нее есть беспилотники, что, скорее всего, поставлены они, если не в широкую серию, то в какое-то более-менее серийное производство, что они способны долетать далеко. Вот, вы уже упомянули, потому что мы знаем, что там беспилотники долетали до Питера. Вот, они, конечно, будут рассказывать, что это из Финляндии они прилетали, что это они из Швеции прилетали, из Дании, там, откуда угодно. Но мы все знаем, что откуда они летят. Вот, кстати, их могут запускать даже с территории Российской Федерации, там, не обязательно это все дело запускать прямо из Украины. Важно куда-то доставить этот беспилотник, а потом его запустить. Вот, и технику мы, на самом деле, эту не знаем, потому что было такое ощущение вообще, что беспилотники, допустим, по Москве запускались где-то из ближайших областей. Потому что, ну, не только вот километраж важен, но и получалось так, что их никто не засек. И вот это было немножко странно, возникали какие-то технические вопросы. Но нам главное, на самом деле, не технические вопросы, как все это дело было организовано, откуда, куда и чего, а главное результаты. Результаты, вот, с COVID-4 самолета Ил-76 разрушены, уже говорят, там, по сообщениям официальным, возможно, даже и больше. Заревы, которые там полыхало, я там видел видео и фотографии, очень впечатляющие. Вот, так что, в общем, это была хорошая вещь. Ну, к сожалению, и ответка была, значит, по Украине. И вот первый раз, самые большие, по-моему, разрушения, первый раз в Киеве за последние, там, несколько месяцев. Вот, но с другой стороны, вы знаете, там попал ведь в торговый центр «Ашан», по-моему, да, в Киеве. Эта ракета упала. Вот, что, на самом деле, не самый плохой, вот, если там не погибли люди, а просто разрушено это коммерческое здание, то это не самая плохая вещь, потому что фирма «Ашан» продолжает работать в Российской Федерации. И вот, если Российская Федерация по ней же ударила в Украине, это вот французским собственникам этой фирмы напоминание, с кем они работают в Российской Федерации. Да, но удар по «Ашану», насколько известно, без погибших, а в другом районе все-таки есть два погибших, к сожалению, во время этого удара. Но, кстати, по поводу результата. Украина рассчитывает за год произвести и закупить около 200 тысяч боевых беспилотников. Об этом сказал во вторник в телеэфире глава Государственной службы специальной связи Юрий Щеголь. И, по его словам, из 40 миллиардов гривен, которые правительство в июле выделило на производство дронов, израсходованы уже 25 миллиардов. Они потрачены по контрактам на производство 22 тысяч ударных беспилотников и примерно уже 15 тысяч, из которых переданы вооруженным силам Украины. То есть, можно сказать, что контуры будущего течения войны, они начинают вырисовываться. Ну и, скажем так, так что, демилитаризация Украины идет по плану? Да, по плану идет. Все по плану идет. Обратная демилитаризация, отрицательная демилитаризация идет путинская по плану. И самое главное, вот вы назвали цифры, это очень важные цифры, потому что они показывают, что, во-первых, Украина начинает производить свои собственные беспилотники или закупать в больших объемах. И на следующий год увеличение порядок, на порядок, да, то есть, прибавляется ноль. Вот в этом году 22 тысячи, а в следующем году 220 тысяч, да, или там 200 тысяч. Вот, и это, конечно, правильная вещь, потому что мы понимаем, что для того, чтобы оборонять страну, у Украины сейчас есть, ну, достаточно средств и техники, чтобы ее, чтобы держать оборону. Но вот для наступления этого недостаточно явно, да, и для наступления нужно, чтобы был перевес в силах и средствах. И если не в силах, то хотя бы в средствах. Вот, и поэтому, конечно, такое увеличение производства или закупки беспилотников, оно может существенно облегчить задачу Украины по отвоеванию своих земель. И в любом случае мы поняли, что современная война ведется беспилотниками, то есть это становится одним из самых важных направлений вообще военных, что вот Россия воюет по старинке, как в Первую мировую войну, как во Вторую мировую войну. Мясные штурмы, пехота, они даже своих десантников используют как пехоту, что, в принципе, вызывает, кстати, недовольство в воздушно-десантных войсках. Вот, Украина в этом смысле ведет совсем другую войну, она ведет войну третьего тысячелетия, это война технологическая, это война малыми силами, но, значит, современными средствами. Сергей Олегович, скажем так, успешно прошла специальная, только не военная, похоронная операция Пригожина. И, вы знаете, если так оследить весь путь, похороны Пригожина назначают на Серафимском кладбище, на Северном кладбище хоронят Чекалова, зама Пригожина, Почевека Вагнер, из Манежа отъезжают пустой катафалки, в итоге Пригожина хоронят на Пороховском кладбище, где, по информации, могила отца Пригожина находится. Но в режиме секретности, и только по окончанию уже церемонии, туда съезжается полиция. Что, по вашему мнению, произошло? Ну, произошло, во-первых, спектакль абсолютно в стиле Пригожинском, потому что мы же до конца еще не знаем, то есть погиб в этом самолете некий человек, у которого был паспорт на имя Евгения Викторовича Пригожина. Но мы знаем, что в Пригожинских фирмах и в Вагнере работало 4 человека с паспортами на имя Евгения Викторовича Пригожина. Работали, кроме Пригожина, были еще Леонид Николаевич Красавин, Руслан Юнусов и Дмитрий Алексеевич Алексеев, которые с 2018 года, в разные годы, поменяли свои личности и стали Евгением Викторовичем Пригожиным. И, кстати, Следственный комитет, когда он опубликовал свое заявление в прошлое воскресенье, он сказал, что личности соответствуют списку заявленному летящих на борту пассажиров. Поэтому мы до конца так и не знаем, погиб настоящий Пригожин или погиб кто-нибудь из этих официальных двойников, у которых паспорта на то же самое имя. И вот похороны Пригожина вылились в ту же самую меч. Мы до сих пор не знаем, кого там похоронили, где похоронили. Ну, то есть теперь, конечно, мы знаем. Но это было тоже понятно, потому что власти боялись, что похороны Пригожина станут неким поводом для сбора людей, которые его поддерживают, там, бывших вагнеровцев и вообще просто сторонников. Потому что мы же видели в Ростове, когда Пригожин завоевывал Ростов 23-24 июня, ему никто не сопротивлялся, а когда он оттуда выезжал, были даже какие-то спонтанные митинги, какие-то люди, там, шарики в воздух пускали, там, селфи с ним делали, там, что-то ему там кричали. В общем, была какая-то такая стихийная манифестация, пусть небольшая, но была. Вот. И плюс, когда состоялась эта катастрофа в среду на прошлой неделе, то в телеграм-каналах всех, связанных с Вагнером, появились даже там горячие головы, которые стали говорить, что, а вот давайте мы там пойдем на Москву. Нам рассказали о каком-то транспортном самолете, который даже из базы, где базировались на территории Российской Федерации, поднялся в воздух и потом крыжил, по-моему, под Ульяновском, вот, который кружил-кружил над этой базой, потом сел и, в общем, никуда не полетел. Ну, то есть, Путин, кстати, естественно, туда не поехал. Это для меня было совершенно однозначно с самого начала, потому что глава государства не может поехать к мятежнику и к предателю на похороны. Вот. Он еще, если там встретиться с ним где-то по секрету может, то официально приехать на похороны он не может. Ну, точно так же, как Путин, кстати, не ездил на похороны Дугиной и так далее. То есть, это слишком мелкие сошки для него. И хоть и Пригодина совсем другая сошка, потому что она не мелкая, конечно, была, это человек, про которого Путин сказал, что он с ним знаком аж с 90-х годов. Вот. Но все равно понятно, что в таком контексте предательства, в контексте мятежа, глава государства не мог к нему поехать. Вот. Ну, и на самом деле показали, что... Все ордена, которыми увешан Пригожин, которые, кстати, по статусу давали ему право, если даже не обязанность государству, устроить ему официальные похороны с ротой почетного... с водом почетного караула, значит, с выстрелами вверх холостыми патронами, вот и так далее. Всего этого не было ничего. Значит, была только семья, близкие-близкие родственники. И сейчас кладбище отцеплено ОМОНом, туда никого не пускают, поставили рамки. Вот. И не хотят, чтобы это превратилось в какое-то сборище массовое. Ну, мы понимаем, вот вы человек молодой, поэтому не помните, допустим, похороны Высоцкого, да? Вот в 80-м году, когда Высоцкий умер летом, на его похороны с Москвы, со всей Москвы, хотя никто ничего не объявлял, собралось, ну, там миллион, наверное, был народу. Миллион, вот реальный, значит, на Ваганьковском кладбище. Вот. У Пригожина, конечно, такой поддержки народной нет, но его Путин все равно боится. И на самом деле, и это вот тоже особый разговор, потому что Пригожин погиб при таких странных обстоятельствах, то осталось непонятно все-таки, он или не он погиб. А это для Путина еще хуже, да? Потому что, значит, таким образом остается вот такой миф некого Пригожина. И, кстати, я сегодня видел в одном из телеграм-каналов там надпись на этой могиле, такая там из Библии, какой-то стих такой, типа, связанный немножко с Библией, и где, типа, Мария спрашивает, ты мой сын или ты мой бог, и вообще ты умер или ты мертв или ты жив. То есть, на самом деле, вот даже этим стихом закладывается мифология о том, что Пригожин может быть жив и на самом деле еще вернется, вот как вот Иисус, значит, воскрес, и потом, может быть, второе пришествие, значит, Иисуса на землю. Вот. И, может быть, второе пришествие Пригожина, и, может быть, он нам опубликует какой-нибудь видосик из Латинской Америки и скажет, а вот к президентским выборам я вернусь. Хотя мы понимаем, что, может, это видос и не настоящий, но я так думаю, что для Путина это все будет еще неприятно, и все будет продолжаться. Ну, кстати, о чем пишет Daily Mail? О том, что Пригожин жив после того, как его двойник погиб в авиакатастрофе, и сейчас он планирует свою месть, и Путин об этом знает. Ну, это не только Daily Mail, это несколько источников, даже вот среди моих партнеров, значит, вот генерал СВС, с которым я регулярно делаю итоги недели, он тоже считает, что Пригожин не был убит в этой катастрофе, что погиб двойник. Валерий Дмитриевич Соловей тоже высказывает эту версию. И когда я проанализировал заявление Следственного комитета, я вынужден был с нею согласиться как с рабочей версией. Это не окончательная версия, для меня это остается пока рабочей версией, но эта версия весьма вероятна. Но, кстати, и немецкое издание Build пишет о том, что дальше Кремль якобы убьет Кадырова. Кадыров долгое время считался союзником Пригожина и поддерживал его в кампании против Минобороны России, поэтому многие во власти России испытывают беспокойство по поводу именно Кадырова к оседующей жертвы. Ну, я думаю, что Кадырова не будут сразу там убивать, потому что на самом деле он все правильно понимает. Он понимает, что ему надо сидеть на своем губернаторском кресле в Чечне и не высовываться, грубо говоря, потому что у него были претензии в прошлом году, но он быстро сообразил. Я думаю, что после мятежа Пригожинского, он, кстати, сообразил очень хорошо и очень быстро. И он всегда ждет какую-то официальную реакцию, только потом позволяет себе что-то. Он дождался только соболезнения Путина, прежде чем сказать что-то там про Пригожина, опубликовать фотографию с ним и так далее. Так что у Кадыров на самом деле в этом смысле он всегда держит нос по ветру. И у Путина пока что нет необходимости и даже обязанности убивать Кадырова, потому что он все пока внутри Чечни обеспечивает то, что Путину нужно. Но если так проанализировать, Пригожин, он позволял себе невероятную критику власти. И в одном из своих видео он назвал две причины войны с Украиной. Первое – это желание Шойгу стать маршалом. А второе – что олигархический клан, который подмял под себя всю Россию и представители которого желают сделать так, чтобы их тела прожили максимально долго. Он так выразился. Может, весь вот этот протест Пригожина был связан как раз с тем, что несмотря на, скажем так, очень деликатные задачи, которые Пригожин выполнял для Путина, места для него в этом олигархическом кругу все-таки не было. Да, там у них, конечно, разборки внутри клана пауков кремлевских были большие, потому что Пригожин все-таки был особняком стоял, потому что это бывший зэк, который сам себя сделал, кстати, сначала на торговле сосисками, а потом в ресторанном бизнесе. Ну и потом он познакомился с Путиным и начал становиться олигархом через какую-то риэлторскую деятельность, строительную деятельность, и потом Вагнер, и потом фабрика троллей, и потом медийные группы и так далее. И потерял мысль, о чем мы говорили. По поводу, что Пригожина не хватило места в олигархическом кругу? Ну, места не хватило, потому что, нет, вот вы сказали, что он там критиковал власть, то есть он критиковал Шойгу и Герасимова, то есть он пошел в клинч с руководством Министерства обороны. В принципе, сначала это был клинч такой абсолютно законный, потому что ему действительно там не хватало чего-то, но он просто разыгрывал эту карту, чтобы перетасовать колоду военную, потому что у него возникли связи с какими-то военными генералами, с тем же самым Суровикиным, у которого была, может быть, претензия стать начальником генерального штаба, а может быть, даже министром обороны. Вот, и это зашло слишком далеко, и самое главное, что Пригожин не понял другого, что если он 10 месяцев материт, значит, Шойгу и Герасимова, а Путин их не снимает, а ведь Путин снимает, а назначает Шойгу и Герасимова, и, значит, если Путин не снимает, то получается, что виноват Путин, и, кстати, Пригожин закончил тем, что он начал наезжать на Путина, и вот те два цели, которые вы озвучивали, ну, цель для Шойгу стать маршалом, я думаю, что Шойгу совсем не хотел эту войну, и совсем не хотел никаких маршалских погонок, потому что вообще вот окружение Шойгу говорил о том, что для него, кстати, у него было такое, его желание, его мечта, это вернуться в Туву и стать там пожизненным президентом Тувы, вот, и тихо, спокойно жить там, построить себе замок большой, значит, и в хороших условиях, без проблем жить в этой маленькой республике в Сибири, вот, и ему больше ничего не надо было, строго говоря. Он знал, что, кстати, что у него нет, хотя он был очень популярным человеком, вы знаете, во многие годы он был вторым номером по популярности после Путина, и даже вот сейчас, когда у него там в результате войны и критики из патриотического лагеря популярность упала, он все равно входит, по-моему, в десятку, вот, и на выборах в сентябре 21-го года он входил официально в пятерку, туда, куда они взяли Медведева, например, они понимали, что Медведев вообще никакой популярности не обладает, а вот Шойгу это был один из таких локомотивов, паровозов, который эту партию «Единая Россия» вез за собой с помощью своей популярности, вот, но, ему большей популярности не нужно, и он знал, что, на самом деле, поскольку он является представителем малого коренного народа сибирского, ему никогда не стать российским царем, потому что русские фашисты, русские националисты никогда не допустят никакого нерусского по происхождению во главе их, потому что все наелись уже со Сталином, с Хрущевым, с Брежневым, там, и так далее, из Черненко, вот, и, конечно, все, у Шойгу не было больших-больших, самых-самых больших претензий, вот, а то, что остальное Пригожин сказал, что, да, он раскритиковал Путина, он сказал, что все эти истории про деноцификацию, все эти истории про НАТО, это все фигня, и этим, конечно, он спровоцировал свое, сначала его преследование, и чтобы спастись от преследования, потому что его же, там, 23-го числа пытались арестовать ФСБ в Санкт-Петербурге, ему пришлось отбиваться со своими бойцами, потом вернуть, вернуться в, значит, в Донецк, и дальше идти поднимать мятеж, потому что другого выхода у него не было, защититься, вот, это была вынужденная мера, вот, но у него претензия возникла уже стать президентом Российской Федерации, я об этом давно говорил, что если его не убьют, то он станет президентом Российской Федерации, вот сейчас какого-то Евгения Викторовича Пригожина убили, но мы не знаем какого. Интересно, а что же будет с семьей, я думаю, что кое, ну, какую-то часть тайн определенных от Пригожина, они что знают, и я так понимаю, что сейчас начнется охота на семью Пригожина. Не, я не думаю, что будет охота, если в том случае, если настоящий Пригожин жив, вот если настоящий Пригожин жив и скрывается где-то сам по себе, да, куда-то уехал, вот тогда будет охота на семью, потому что их тогда возьмут в заложники, начнут там пытать и ему посылать, там, не знаю, там, отрезать у них пальцы, там, и ему посылать в конвертиках, либо сдавайся, либо мы убьем твою там мать, жену, дочь, там, и так далее. Вот, в остальном, в принципе, они не представляют ни для кого никакого интереса, потому что весь бизнес Пригожинский, это бизнес Путина, они только фронтмены, далее фронтвумены, у них, если они заявят какие-то претензии на эти деньги, у них по суду все это дело отнимут, как отняли у Ходоковского, как отняли у Сергея Пугачева, как отняли у многих-многих других людей, которые разонравились Путину, и в этом смысле они не представляют никакого интереса. Я думаю, что на самом деле семья Пригожина знает очень мало реальных тайн из того, чем он занимался из его деятельности. Заместитель министра обороны России Евкуров призвал Асада изгнать вагнеровское ополчение из Сирии, об этом сообщает сирийское издание, и это произошло во время воскресного визита Евкурова в Дамаск, куда он прибыл после Ливии, ну и Евкуров и сирийцам, и ливийцам предложил примерно одно и то же самое, скажем так, вытеснять Вагнер и дать дорогу структурам Министерства обороны Российской Федерации. Сергей Олегович, что в целом ждет Вагнер, и смогут ли они пойти на протесты, пойти на Москву, скажем? Это все очень логично, вот здесь Путин явно слушает наши передачи, и давным-давно уже несколько месяцев, уже сразу после этого мятежа, уже больше двух месяцев, я говорил, что ни в одной стране, где какая-то воинская часть подняла мятеж, ее не оставляют никогда. Ее должны раскурочить обязательно, расформировать, ее знамя уничтожается, ее упоминание в документах Министерства обороны уничтожается, все мятежники сажаются, а зачинщики расстреливаются или вешаются. Вот Путин на такие радикальные веры пойти не мог, значит, было понятно, что он не мог посадить Пригожина, не мог посадить никого, потому что надо было тогда, если будет процесс, они же будут говорить, да ты сам то есть как он мог сажать, если он сам говорит группы Вагнер нету юридически, я, значит, из бюджета финансирую несуществующую юридическую группу, то есть это называется финансовое преступление в Российской Федерации, Путин сознался, что он преступник, сам сознался, его никто за язык не тянул, но с Вагнером в общем после этого дела в любом случае должны были расправиться, его задача была и проблема главная у Путина была разоружить Вагнер, потому что пока они были вооружены, пока они были в одном месте, там в Молькино или в каких-то там лагерях с танками, с пушками или даже там под Ростовом, потому что говорят они, кстати, не ушли с того военного аэродрома ростовского, который они захватили, и что там оставались и самолеты захваченные там и так далее, вот их нужно было разоружить, расформировать, их разоружили 12 июля, их расформировали в течение следующих двух недель, ликвидировали базу в Молькино, ликвидировали все походные лагеря вагнеровцев на территории Российской Федерации, где они скучно там еще проживали, какие-то казармы, палатки и так далее, вывели кого-то в Беларусь, кого-то отправили в Африку, и таким образом Вагнер уже начал раскурочиваться, и от него не останется рожек и ножек, потому что нужно было просто Путину переписать какие-то вещи и сохранить пока что торговую марку Вагнер в Африке, потому что и там в Сирии, где они воевали. Но вот эта поездка Евкурова, это очень важная вещь, это очень показательная вещь, потому что заместитель министра обороны приехал в Ливию и сказал, что никакого Вагнера не представляет никакой самостоятельной значимости и не играет никакой самостоятельной роли. То есть Путин же сказал, что это Российская Федерация его финансирует, а она может финансировать кого угодно, может создать любую другую группу, кстати, там тут же назвали редот, могли назвать еще какие-то группы, любые, могли создать новую группу, Моцарт, Сальери, там что угодно, Шопен, вот, и все, и перевести туда финансирование. И Вагнера, на самом деле, распущенные, они не представляют из себя никакую сплоченную силу, потому что вот там, конечно, они надувают чоки, говорят, мы там отцы-командиры, мы за отцов-командиры, да, за братство, какое братство, это же ведь люди, которые работают за деньги, наемники, где платят деньги, туда и едут, туда и едут, да, конечно, приятно ехать куда-то, где платят большие деньги, и понимать, что рядом с тобой еще стоит человек, который тебе не выстрелит в спину, и там не подставит тебя, тогда, когда ты будешь в сложной ситуации военной, но на самом деле, у них главная все-таки задача, заработает бабло, и под какой бы маркой им не предложили это бабло, на кого бы им не предложили это бабло, они согласятся, и там никакой идеологии строго говоря, то есть, единственный человек с идеологией, это был Уткин, неонацист, такой явный, совершенно открытый неонацист, и вот, и он, судя по всему, настоящий или не настоящий, был ликвидирован, хотя у Уткина, кстати, тоже был официальный двойник по паспорту, которого звали также, значит, Уткин Дмитрий Валерьевич, вот, и неизвестно, он или не он там погиб в этом самолете. Но, кстати, Moscow Times сообщил, что Путину доложили о новом мятеже, который назревает Российской Федерации, что, скажем так, вам известно, как вы анализируете эту информацию, ну, и многие поговаривают, что это может произойти не от тех же Вагнеровцев, например, а от какой-то другой структуры. Я думаю, что это пойдет не от Вагнеровцев, это просто Вагнеровцы показали путь, вот Пригожина, почему его, если его настоящего там пытались ликвидировать. Кстати, вот то, что погиб двойник в самолете, это не означает, что он настоящий жив, да, потому что настоящий тоже испарился, и вполне возможно, что и настоящего-то убили, там, и сидит он в тюрьме где-нибудь. Вот, то есть это, это, кстати, версия совершенно еще не отошла тоже на задний план. Вот, самое главное другое, он показал, что Путин делает все неправильно, и что есть много людей, прежде всего, в так называемом лагере войны, которые не согласны с Путиным, не согласны с тем, как он ведет эту войну, и сюда мы можем отнести и Дугина, и Гиркина, и Суровикина, и даже генерала Попова, и начальника воздушно-десантных войск, воздушно-десантных войск, и много-много генералов. И на самом деле, вот отсюда может прийти какое-то недовольство, и я вообще не исключаю, что это недовольство и новый мятеж придет вообще с фронта, точно так же, как и Пригожинский, потому что там люди гибнут, ни за что, не понимают, за что они воюют, они воюют в чужой стране, и плюс они воюют в плохих условиях, то есть им не хватает снарядов, им не хватает техники. Путин, кстати, отдал всю вагнеровскую технику, Золотову в Росгвардию, вместо того, чтобы вернуть ее на фронт, то есть она нужна на фронте, а ее отдали, потому что боятся нового мятежа, боятся новых людей, которые пойдут на Москву. И, кстати, этот мятеж обнажил очень много слабых мест в Российской Федерации. Все поняли, что у Путина нет никакой поддержки. Все поняли, что за Путина не вышел воевать никто, вообще никто. Ни партия «Единая Россия», ни силовики, ни армия, ни полиция, никто, ни ФСБ. И что потенциально, если какая-то большая группа вооруженная куда-то чего-то там пойдет, то она спокойно совершенно может дойти в этот раз до Москвы. И, кстати, вы заметили, что вот сегодня, когда мы с вами записываем это интервью, в среду, значит, какое у нас там, 30-е число сегодня, в Габоне совершен военный переворот, значит, очередная страна Западной Африки, значит, там состоялись в воскресении последние выборы, которые не удовлетворили, потому что там сын Амара, как его там, трам-пам-пам, диктатора, который сидел там много-много лет, и который переизбрался на третий срок, и военные не удовлетворились этим незаконным переизбранием, его скинули, распустили все институции, институты государственные, вот, и в Африке тоже, значит, все продолжает, потому что до этого был переворот в Нигерии, до этого был переворот в Буркина-Фасо, до этого был переворот в Мали, и, в общем, такая-такая штука, если она идет в Африке, такая-такая эпидемия переворотов, то почему ей не произойти и в Российской Федерации? Ну, кстати, еще 25 августа в Российской Федерации суд приговорил к двум годам колонии двух военнослужащих российской армии за отказ выполнять приказ командования и возвращаться на передовую, и также 18 июля российское оппозиционное издание «Медиазона» писало о том, что еженедельно в Российской Федерации осуждают до сотни военнослужащих, которые отказываются ехать на войну против Украины. Если такая тенденция сохранится, то ежегодно под суд будет уходить примерно 5200 военнослужащих Российской Федерации. Вот это вот большое количество обвинительных приговоров говорит об очень низком моральном духе в армии Путина, и многие не хотят идти на передовую и гибнуть за интересы российского диктатора. Да, конечно, потому что эти люди, может быть, даже поняли, что лучше сесть в тюрьму и выжить, чем погибнуть стопроцентно на передовой. Но те люди, которые находятся на передовой, вот Путин, кстати, поговаривает о новой волне мобилизации, говорят там чуть не о полмиллионе, которые он собирается мобилизовать очень у этого года, там в конце, начиная с конца сентября. Вы знаете, это все дело в любом случае должно обернуться против Путина. В любом случае, потому что так запрограммирована история. Это было во время Первой мировой войны, когда русская армия воевала несколько лет ни за что, где-то, а потом просто ей все это надоело сидеть в окопах, и они снялись с этого фронта, вместе с винтовками вернулись в Москву и в Питер, и сделали там революцию. Ну, сначала революция там 17-го года, февраля, а потом октябрьская революция большевистская. И то же самое зреет в Российской Федерации. И чем больше Путин призывает людей по этой мобилизации, чем больше людей он, чем большему числу людей он дает в руки оружие, тем с большей вероятностью он будет скинут в результате государственного переворота. Это очень интересная вещь, потому которую сам Путин запустил. Он мог тихо, спокойно 14 лет еще сидеть до 2036 года и умереть в Кремле этим пожизненным диктатором. Он изменил под себя Конституцию, ему ничего не угрожало по большой степени. Ну, были там какие-то экономические проблемы, но они все были решаемы. А теперь он загнал Россию в тупик абсолютный. Экономически он убил Газпром, убил там российское производство, убил внешнюю торговлю и на самом деле создал сам все предпосылки для того, чтобы его табакеркой в результате по голове кто-нибудь бабахнул. И эта табакерка обязательно состоится, она не может не состояться. Это вот знаете, как у Булгакова Аннушка уже разлила подсолнечное масло. И все. И вот Владимир Владимирович, это просто вопрос времени. И вопрос нам просто интересно, а вот откуда прилетит этот черный лебедь, уже Пригожин этот черный лебедь. И для Путина, кстати, даже исчезновение Пригожина вот такое в результате авиакатастрофы это очень неприятная вещь. И я даже думаю, что версия о том, что это военные против Путина сделали такую штуку, потому что они наказали Пригожина за то, что он сбил шесть вертолетов и один самолет во время Пуча. И за это никто не был наказан. И Путин не встретился с семьями этих вертолетчиков. И Путин не встретился ни с кем из тех, кто реально погиб во время этого мятежа Пригожинского, а просто устроил какой-то цирк с конями на соборной площади в Кремле, поблагодарив всех тех, кто вообще никого не вышел даже защищать, того же самого Золотова. И поэтому Путин сам загнал себя в такую ситуацию, он загнал Россию в такую ситуацию, и для него выход только один. Либо ты возьмешь сам пистолет Макарова и пустишь себе 9 грамм в голову, либо тебе пустят табакерку в голову. Ничего другого для Путина теперь история не уготовила. А может быть еще один вариант? Тут в Госдуме предложили сбросить ядерную бомбу на место прорыва российской обороны в Работино. И России необходимо нанести ядерный удар по ВСУ Запорожской области, где они прорвали первую линию российской обороны. Об этом заявил в эфире Соловьев Лайв, депутат Госдумы и горе-генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. И тут возникает вопрос, может быть если Российская Федерация и в том числе Путин будут понимать, что конвенциальным оружием они не имеют преимущества и идут к поражению, то Путин уже просто свихнувшись в катушек скажет давайте уже этим. Да, может, такое может быть и мы показываем, что вокруг него есть огромное количество идиотов, которые разговаривают примерно на те же самые темы. Но они не понимают эти люди, что это будет еще хуже. То есть они надеются, что будет как в 45-м году вы сбросите атомную бомбу и все испугаются и все закончится на этом, как в Хиросиме и Нагасаки, да и война и значит Япония сдалась тогда и что Украина сдастся. Они не понимают, что сейчас этого произойти не может. Наоборот, это произведет обратное впечатление, потому что этого можно было сделать год назад. Вот год назад к этому морально и психологически мир не был готов. Теперь Путин в течение последних 18 месяцев каждую неделю говорит про ядерное оружие. И про это дело все уже к этому привыкли, все свыкли с этой мыслью. В генеральных штабах НАТО и Соединенных Штатов Америки прошли уже учения штабные, все проанализировали такую возможность, политическое руководство проанализировало, как надо будет реагировать на такую возможность, и все к этой возможности готовы. И этот повод, то есть, если Путин не дай бог, не дай бог, но он способен, потому что он идиот, это давно уже всем известно, и самоубийца, но если он, не дай бог, использует ядерное оружие, даже тактическое, то от него не оставят рожек и ножек. Последний к вам вопрос. Путин выбрал страну для первой зарубежной поездки после выдачи ордера ГАСского суда, и Кремль готовит поездку Путина в Китай на форум «Один пояс, один путь», рассказали в Блумберг три знающих об этом человека. По словам одного из них, президент принял приглашение России посетить первый после пандемии ковида-саммит, посвященный гигантскому международному инфраструктурному проекту Китая «Инициатива один пояс, один путь». Но при этом Китай на новых официальных картах объявил в своей территории часть России. Китайский государственный картографический сервис стандартных карт представил комплект географических карт на 2023 год, на который впервые часть территории России была указана как часть Китая. Речь идет о Большом Уссурийском острове на реке Амур. Отмечает об этом РБК. Не кажется ли вам, что уже Россия идет по пути Северной Кореи? Давным-давно идет. Это, кстати, когда я это сообщение увидел, меня удивило слово впервые. Но потом я просто его проинализировал, потому что китайские карты уже новые были опубликованы весной этого года, и там на миллионе квадратных километров бывших китайских земель, которые отошли к Российской империи в 1858-60-62 годах помечены были все китайскими названиями. В частности, порт Владивосток стал Шенхенвэем, и который призван, кстати, внутренним китайским транзитным портом с подачи Российской Федерации. Все это Российская Федерация съедает, потому что Путин не может сейчас зачевать еще и войну идеологическую с Китаем для защиты своих территорий. И это получается так, что он покусился на чужие территории в Украине, а поскольку он сделал это, Китай ему сказал, а мы тогда свои территории откусим у вас, и никаких проблем. И у Путина нет аргументов, потому что эти территории действительно принадлежали Китаю 100 лет тому назад, или 150 лет тому назад. И Китай их вернет себе. И, кстати, это приглашение, я так думаю, что если Путин вообще был бы умным человеком, он не мог бы даже поехать на этот форум, потому что Китай отказался от присоединения России к вот этому желкому пути, великому пути, потому что он понял, что Россия, которая находится под санкциями, и Россия, которая является нестабильной страной, больше не удовлетворяет его как партнер долгосрочный. И поэтому он теперь переориентировал эту огромную программу на страны Центральной Азии, то есть бывшие страны Средней Азии Советской, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизстан, и Путина туда пригласят для того, чтобы поиздеваться над ним, и чтобы сказать, что ну вот у нас тут Россия сидит, но на самом деле она теперь не участвует в этой программе, но мы очень рады, что вот Путин приехал принять участие в его государственном унижении на фоне всех этих стран, которые получили теперь эти деньги, получили теперь эту перспективу, потому что естественно из этих стран гораздо интереснее, потому что оттуда может быть прямой выход даже в Иран, в Турцию и дальше в Европу, и на Средний Восток, и на Ближний Восток, и Россия остается в стороне. Если Путин поедет, то он в очередной раз докажет, что он полный идиот. Пускай так будет. Сергей Олегович, благодарен вам за участие в этой программе, за вашу аналитику и за комментарии, которые вы давали по этим темам. Нашим зрителям напомню, друзья, не забудьте этому видео поставить лайк, подписаться на канал и пишите ваши вопросы и комментарии. Сергей Олегович, вам желаю хорошего дня и до новых встреч на канале Политека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok